Всем доброе утро! Мы теперь просыпаемся под звуки перфоратора. Вчера легли поздно. Вот поэтому сегодня... Вот поэтому сегодня вот 10 утра. Но благо они только с 10 начинают сверлить. Причем в трех разных местах сверлят. Такое ощущение, что это рабочие. А сегодня у меня для вас влог, посвященный диабету. Будем уже вставать. Так, у Тёмы сейчас перед завтраком 10 и 2. Ночь у нас прошла более или менее. Поэтому сейчас буду его колоть. Берем сундук. Берем алмазы и текаем отсюда быстрее. Текаем, текаем. В шкаф тоже заберем, текаем. Сейчас первым делом длинный инсулин. У нас это тресиба. Кстати, в последнее время пришлось увеличить дозу. Вот, у нас уже 6.25. Но он в принципе растет, поэтому периодически приходится увеличивать. Колемся, как всегда. Ну, давай, садись. Колемся, как всегда, шприцами. Текаем. Текаем. Аккуратней. Там камера у меня. Камера, мотор. Погнали. Текаем, колпачок. Текаем. Ага. Текаем. Куда? Чуть не в колено прям. Ой, дома. В колено. Это самое больное место. В колено никто не колет. А в нос могут уколоть? Нет. А в щеку? Ну, если только дизайн, ну, если что-то, личность поменять, там, счёты. Давай, вот. Вот, кузико. Да. Пузяку. Угу. Чё такое? Чё такое? Восокое. Ай. 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 Всё, Коллину в космос. А-а-а-а-а. Не-не-не-не-не. 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 Не-не-не-не-не-не-не. А-а-а. Всё. А-а-а-а-а. Не запрещено. Так, на завтрак у Тёмы сегодня лепёшки банановые. Голодный явно ребёнок. И вот такая печенька из фикс прайса, какой-то там лукошка или что-то такое с земляничным джемом, она тянет на полтора хи, вот, поэтому лепёшки два хи и вот это полтора, где-то около трёх с половиной. Он, конечно, потом после завтрака ещё подъедает всякие печеньки, поэтому я чуть-чуть побольше колю ему на завтрак, чем, в общем-то, вот это всё. Ну, как я и говорила, он вот хомячит конфетку. Вот, взяла в ленте вот такие вот орбит леденцы, они без сахара, тоже, конечно, много у них углеводов, казалось бы, да, без сахара, но углеводов много. Тут, получается, 97 углеводов на 100 грамм. В общем-то, те же конфетки Сула, вот они продаются, правда, вот последний раз в ленте не было, тоже без сахара, но у них тоже есть углеводность. Ну, вот решила взять такие, пока Сулу не нашла. Такой леденец весит 2 грамма и тянет, соответственно, на полтора грамма углевода, вот, поэтому там 0,1 хи, я считаю, как бы, ну, вообще ни о чём. Поэтому практически никак не поднимают сахар. Ну что, сейчас уже время у нас обеда, я сейчас разогреваю суп. У него сейчас 9,3, немножко был повышенный, пришлось подколоть. На самом деле, завтраки, это беда прям, бедовая, потому что очень сложно всё-таки скомпенсировать всё это большое количество углеводов, потому что с утра организм очень медленно начинает функционировать, и, соответственно, инсулин всасывается довольно-таки медленно. Вот, поэтому даже если на нормальный сахар колоть и сразу идти есть, то будет такая вот горка сразу. В этот раз не получилось долго ждать экспозицию, так называемую, выдерживать, поэтому у него немножко высокий был сахар, и пришлось подколоть. Сейчас в обед мы будем уже сразу есть, потому что тот инсулин, который я дополнительно вколола, он сейчас действует, и как раз будет нормально, не будет такой горки. Вот, а пообедаем потом и пойдём погуляем, нам нужно в магазин, ну и вообще, как бы, сходить проветриться. Сегодня, как и на всей неделе, у нас жарко, 30 градусов, и чувствуется, что дом стал прогреваться, стало жарко в квартире, хоть у нас окна и открыты. В начале недели было нормально ещё дома, а сегодня хотели сделать ПП-суши. Тёма у меня что-то там насмотрелся в Ютубе каких-то суш, вот, и прям хочет их попробовать, но я хочу сделать рецепт без риса. Надеюсь, у меня получится, мы даже купили вот этот вот лист нори, чтобы он был, осталось только купить рыбу и сливочную замазку. Так, сейчас у меня уже разогрелось, вот такая большая тарелочка супа, надеюсь, он это осилит. Меня тут в комментариях спрашивали, как считать суп. Ну, так вот, так вот просто считать я режу и варю картошку для супа большими кусками, чтобы потом вылавливать. Здрасте. Сейчас будем обедать уже. Вот, потом вылавливаю, нужно не количество, взвешиваю картошку, остальные уже овощи и мясо доливаю с половника, не считая. Кстати, сейчас ещё хочу подколоть его чуть побольше, потому что он обычно, ну, не доедается, получается. Вот суп, тут будет и хлеб, в последнее время он не ест никаких овощей, что-то вот, видимо, наелся, я не знаю, хотя лет надо бы как раз есть. Поэтому, наверное, ему ещё дам барни, вот он прям хочет что-то такое сладенькое после основной еды, ну, вот, как, в общем-то, мы и все. В основном я, конечно, стараюсь давать ему сладости во время основной еды, ну, после как бы, чтобы можно было именно подколоть уже на эту сладость. Так, может, тебе тоже помидорки также нарезать? Ну, не знаю. Проверь. Чего? Нет. Не надо резать? Нет. Я тебе тоже кругляшками нарежу. Ну, давай. Давай? Да. Вот так вот тебе нормально? Да? Угу. Вот так? Да. Они же вкусные, помидорки. Посолить. Посолить. Кстати, у бабушки ещё были очень тёплые помидоры. Тёплые? Да. Ну, сорян, эти не тёплые. Погуляем потом? Ну, почему? А как же суши? Ну, ладно. Ааа. Там текло. Только не сегодня. В смысле не сегодня? Завтра у бабушки седрка. Нет, надо сегодня. Пойдём, ты покачаешься на качельке. Ну, давай. Всегда, всегда, всегда полный энтузиазму, Тёма. Слушай, меня как бы вот интересует. Ну, когда я буду крутить, наверное, будут интересовать, да? Ты будешь мне помогать готовить? Угу. Да. Он любит помогать готовить. Это классика жанра. Сначала не выгнать, а потом не загнать на улицу. Надо пользоваться погодой и гулять, 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 гулять. Я вообще думала, что всё-таки влияет жара на сахар, но на самом деле у нас вообще никак не влияет. Единственное, что влияет на сахар, это когда он бесится, прыгает, там, бегает, да, с дедушкой в основном. Вчера вот вечером заходили к бабушке с дедушкой, они там с дедушкой бесились, вот, и у него сразу вниз пошёл сахар. Так он, ну, как бы на норме должен быть. А вот когда он начинает беситься, он начинает падать. Тогда можно и вкусняшки, и всё. А у нас здесь дома не с кем особо побеситься. Папа вечно у нас занят, поэтому у него сахар чаще повышенный, либо норма. Сейчас, кстати, его обрадую. Ой, сейчас обрадую кого-то. Будешь есть после обеда, да? Сюда. Да тут неудобно. Ты сейчас накапаешь помидорами. Что ты с батоном сделал? Господи Боже. Ну и в итоге вот, помидорки для него холодные. Зря кому-то резала. И плюс он суп не любит доедать. Водичку, эту морковку. Понятно, что надо бы его заставлять доедать суп. Но я лично сама не люблю суп. Я его при любых удобных возможностях не ем. Как только, в общем-то, я стала взрослой и смогла выбирать, что я буду есть на обед, я ем только второй суп. Вообще вот не очень люблю. Единственное, что я думала, можно было бы сделать окрошку, но не хочется есть колбасу. Вот это вот все. Все-таки это не совсем полезный суп. Поэтому, потому что я не очень люблю суп, я и Тему не заставляю доедать, потому что я, как никто другой, его понимаю. Он ест в основном, конечно, в супе картошку, мясо, чуть-чуть бульончика. Но вот всякие овощи, капусту там, морковку, лук особенно, это вообще не любит. И даже садик не помог в этом плане, потому что в садике там не было никаких круп, там были в основном овощи. И в супе, естественно, были овощи. Он, конечно, все там доедал. Но, видимо, что не любит, то не любит. Вот, Тему, тут какие-то тихие часы для банана. Не только. Хаги-маги еще туда. Кисемиси. Угу. Ну, тут нет кисемиси, да. Вот. Только вчера наводили порядочек. А это что там лежит? Вот туда и бросил сразу. Так, и сейчас у нас не очень приятная процедура. Какая? Закапать в глазки. Опять надо. Три раза в день надо закапывать. Мы когда были у окулиста, она обратила внимание на его сонники. Но они у него так после сна обычно образуются такие. И она говорит, что это как будто бы инфекция, что надо прокапать бы в глаза. Но дело в том, что я знаю, когда там образуется инфекция, обычно становится сразу хуже намного, если ничего не делать. А тут получается у него уже где-то месяца три, может быть, четыре. Так, ну, периодически сонники возникают и все. А она говорит, что это даже может быть от сахарного диабета. Что типа там, когда высокий сахар, тогда сонники и возникают. Не знаю, я такого, честно сказать, не слышала, но вполне себе возможно. Вот. Поэтому сейчас капаем капельки. Там буквально на самом деле всего лишь неделю надо покапать. Как ты так лег-то, блин? Нет, ты в ту сторону, пожалуйста, ля. О, вот так. Руки в замочек. Два. Два с половинкой. Два с ниточкой. Один ночь. Все. Одно готово. Ну, а что делать? Ой. Деньяшка моя. Время перекуса прошло буквально два часа. У нас вот такой иммунели и срок лентовский. Все это тянет на два хе. Я где-то полторы единички подколю. Будет самое то. Что они мелкие такие? Ну, да, они все мелче и мелче становятся. В половину обертки. Пришли мы, наконец, домой. Тема тут ухватил пакетик с разностями всякими. Игрушечками коллекционными в магните. Они постоянно там есть. Появляются разные коллекции. Ну, что там попалось? А побольше-то нельзя было открыть пакет? А с другой стороны, да, внизу, что там? Так, сначала вау. Тут что вау? А другой, наверное, попался. Вау, какой! Та же самая форма, но только другой цвет. Ага, вот эти вот хамелеоны очень вкусно пахнут. Прям такой карамелькой такой или жвачкой чем-то таким. Ой, этот прикольненький такой прям, клевый такой. Вау, ничего себе тут. И такие мягенькие. И, кстати... Вот, вот нам попался. Да, нам попался вот этот. Такое ощущение, что он, что-то с ним происходит. Ну, как он не светится? Сейчас проверим. Что такое брила эльбона? Вот этот меняет цвет в этой воде. Он светится! Он светится? Да! Ну, пойдем посмотрим. О, прикольно точно. Флюресцентный он. Сильно ты не тряси, дай посмотреть, где я тут. Вот, какой он красивый. Клево. Шикарно. Так, и еще взяли вот такую вкусняшечку. Ой, маршмеллоу. Сверхтормашками открыл. Спагетти. Ну, давай, вытаскивай одну. Ого, скажи. Так, ну, нормально там тащи. Она не вытягивается. О, все, она сломалась. Ну, ладно, вот оторвал. Целиком. Вкусно хоть? Сколько у тебя там было сахару-то? Ага. 7,6 вверх. Ну, все, все. Конец там ищешь, который оторвался? Конечно, маршмеллоу вкусный. Аму-амму. Так, ну что, маршмеллоу дало о себе знать. У него сейчас 13, две стрелки вверх. Вот. Но мы сейчас будем ужинать, поэтому я ему подколола. Сейчас сразу и на ужин, и чтобы сколоть маршмеллоу. Поэтому вот так вот обходятся нам вкусняшки. Кстати, в маршмеллоу там в составе как раз есть декстроза. Вот, поэтому оно так быстро и поднимает. Утем получается вот 12 вниз идет. У него более чем скромный ужин. Жара есть особо не хочется. Поэтому вот отварное яичко, греча, батон. Вот. И сейчас, чуть попозже я начну делать суши. Может быть, тоже поешь. Да? Угу. В принципе, их быстро делать. Не, на подносики. На подносики. Нормально. Ну ладно, посмотрим. Вообще вкусные линии будут. Ну что, делаю я суши. Нужна вот такая стрейч-пленка, чтобы было хорошо сворачивать. Далее я нарезала вот так вот тоненько слайсами огурцы. Надо было, конечно, взять длинные огурцы, но у меня какие уж были. Резала, кстати, с помощью вот такой овощечистки. Она как раз тоненько все нарезает. И дальше кладем сюда листочек нори. У меня, кстати, вот такая упаковка. Упаковка, пять листов тут. Вот, они как раз подходят небольшие такие. В общем-то, нам с Темой попробовать достаточно будет. А дальше будет сливочный сыр у меня. Это вот такой. Намажем вот так вот тоненько полосочкой. Может быть, чуть побольше, чтобы было потолще. Может, вот так где-то треть. И выкладывается дальше рыба. По оригинальному рецепту там еще идет авокадо. Но так как мы с Темой будем пробовать, поэтому авокадо я сюда не кладу. И плюс я еще не ем авокадо с недавних пор, потому что у меня идет реакция на него. У меня живот болит после этого авокадо. Кстати, вот красную рыбу я купила в магните. Кстати, пришлось купить форель. Я вообще люблю семгу, но что уж было там, не особо был большой выбор. Сначала я открыла, думаю, фу, как она плохо пахнет. Но потом я вроде попробовала. Вроде ничего, рыба. Еще там целый месяц был срок годности. Я надеюсь, она нормальная, потому что очень часто стала попадаться плохая рыба. И семги нет, к которой я, в общем-то, привыкла. Кстати, у Темы для суши вообще идеальный сахар. Поэтому надо сейчас все накрутить и дать ему попробовать. Он уже приходил, спрашивал, делаю ли я их. Ммм, пахнет очень вкусно. Да, это потому что листы эти пахнут. С соевым соусом будешь есть? Да. Да? Сиди. Плевки. Я видела, как здесь очень вкусно выглядит. Ну, мама старалась. Не знаю, развалится, наверное. А может и нет. Надеюсь, понравится. Нет. Ну, как бы, надо, да. Ну, я ж никогда не ел суши. Да, ладно, я тебе давала попробовать. Ой. Немножко разваливаются, конечно. Но сейчас. Нет. Потому что огурцы короткие. Оп. Но мы сейчас их это. Так вот. И сделаем. Фу, как листы нори пахнут. Никогда его не пробовал. Он очень соленый. Поэтому мы его разбавляем водичкой. Прям как в афинском. В афинском. В японском. В японском. Так, сейчас я нарежу. Можно я не палочками буду есть? Нет, кто же палочками будет есть. Хотя как-то так унешь. Эх. Да, если бы были длинные огурцы. Они бы не разваливались. Они бы не разваливались. Вот так, в общем-то, выглядит. Если бы огурцы были длиннее, то было бы вообще шикарно. Ну, и с авокадо, может быть, будет. Так. Ну, что хочу сказать. Неплохо. Неплохо. Вот они отдают ПП. Рис, конечно, не хватает. Но это, в принципе, и нормально. Подожди. Давай я тебе помогу. Подожди, подожди. Ух ты, как уже шустро. Чуть-чуть окунул. А, ну ты видел, как мама делала. Все. И над столом запихал в рот. Прямо сразу. Целиком. Слышали, целиком? Целиком. Не бойся, это маленький кусочек. Давай. Угу. Сейчас там низкий сахар показывает. Ну как? Как прожевать, скажи, все это надо. Ну, жуй, жуй. Водички попить, может, тебе. Ну. Вкусно? Угу. Да? Тебе нравится? Надо, знаешь, что? Тебе что-то съесть. Правда. Правда, это. Ну? Я суши никогда не ел. У меня... Я никогда красную рыбу не ел. Немножко я тебе давала. Так. Ну что, будешь маршмеллоу есть? Угу. Суши заесть маршмеллоу. Ну, в общем-то, неплохо. Ты еще будешь? Нет. Не? Нет. Я тебе поменьше порежу. Маленькие кусочки. Нет. Ну, ну... Нет. Не нормально. Ну, ты как в своем репертуаре. Вкусно? Да, вкусно. Но есть больше не буду. Ну, рыба может быть только сытная. Понятно. Ну, ладно. Хорошо. Очень сытно. Иди маршмеллоу вытаскивай. Сегодня, кстати, еще дошли у меня руки сделать. Вот такую вот табличку давно хотела. Купила, по-моему, в Леруа такую небольшую рамочку. И распечатала то, что нужно брать с собой. Довольно приличный список. И иногда какие-то вещи я все-таки забываю, потому что мне нужно и себя одеть, и ребенка одеть. И там свои вещи взять, его вещи взять. Вот. И какие-то моменты я иногда забываю. Мы потом возвращаемся, потому что меня осеняет где-нибудь в машине по дороге. Поэтому проще всего вот так вот где-нибудь в прихожей повесить такой списочек. И просто ни о чем не думая, собираешься и просто сверяешься с этим списком. Плюс еще вот здесь у нее написано, что нужно проверить заряд бабл и срок либры. Ну, это прямо не перед уходом, но иногда. Нужно посмотреть, потому что либра все-таки две недели работает. Иногда я забываю, в какие дни она должна закончиться. И очень неудобно, когда такой сюрприз застает где-нибудь в дороге. Плюс зарядка бабл тоже кончается. Ну, вот как бы неожиданно иногда. Но так, конечно, я стараюсь ту же либру менять где-то на выходных. Их ближе уже ко второй половине дня, когда мы, ну, не часто как бы выезжаем куда-то. Вот. Ну, так что вот так вот. Еще тут под вечер решила пополнить Темин комодик, где у него все принадлежности. Очень удобно. Почему я раньше не использовала его, не понимаю. Значит, здесь у нас лежит инсулин. Во втором у меня, получается, шприцы. Сейчас вот тоже пополню, закончились. И вот здесь в последнем уже иголки. Кстати, в следующий раз, когда мы пойдем к эндокринологу, я вообще хотела выписывать шприцы, потому что их, в общем-то, очень трудно где-либо купить. Потому что все равно я колю длинный инсулин шприцами. Но дело в том, что иглы-то тоже заканчиваются. В прошлый раз вот я просила иглы выписать. И когда я пришла в аптеку, мне сказали, что игл нету. Вот. И получается, я осталась и без шприцов, и без игл. В этот раз я даже не знаю. Я, наверное, попробую, может быть, заказать половину шприцов, половину игл. Я не знаю, прям, что делать. В этот раз, кстати, открываю вот такую вот упаковку. Но они практически такие же. Мы использовали чуть-чуть потоньше и покороче. Буквально тут на 1 мм и 32-е получаются же. Это толщина иглы. Вот здесь 31 мм, чуть потолще они. Но я думаю, особой роли они не сыграют. Так, ну и последняя еда у Тёмы сегодня на вечер. Это вот такие фрукты. Здесь у нас персики и абрикосы. Здесь, получается, у него 200 грамм. И плюс еще печенечку там где-то на пол хлебных единицы ест. Как раз у него сейчас немножко понизилось. Да. Уже кривляк уже спать хочет. Ну, бери уже, бери. Все, и беги. О, боже. Так, Тёмыч тут уже готов спать. Пытаюсь его не снимать сильно. Хотела посмотреть его руки немножко. Исколот и так. Но, наверное, сегодня я не буду всякими приборчиками делать ему руки. Он что-то не хочет. Хочу чисто сделать вот такой пощипывающий массаж. И помазать бипонтеном. Потому что у него что-то в последнее время какая-то аллергия на пластырь. Но вот именно тот, который китайский я заказывала. Вот тут до сих пор есть дырочка от Libra. И плюс еще, когда я оторвала ее, и Тёма ходил загорать, у него прям это место было очень красненькое. Тоже помажу бипонтеном. Рука все равно такая шершавая-шуршавая получается. Значит, бипонтен что-то я не нашла. Вот, решила помазать ему вот таким кремом. Давно им тоже пользуюсь. Обычный увлажняющий крем детский. Потому что в любом случае все эти покраснения, это все от сухости кожи. Потому что инсулин все-таки сушит кожу. Так, в общем-то на этом влог подошел к концу. Мы сейчас уже будем ложиться спать. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Пока!